Друзья, всем привет! Вы на канале Slavad United. Меня зовут Эмиль. Мы продолжаем карьеру на максималках и тренируем Нальчикский Спартак. Прошло уже довольно много времени. Мы приближаемся к зимнему перерыву. Ну и сегодня я расскажу вам, как мы преодолели первую часть чемпионата. Несмотря на то, что у Нальчикского Спартака нет денег вообще ни на что, состав хреновый, но мы все-таки боремся. И боремся, надо сказать, довольно успешно. По сути-то у нас на одну игру меньше. И теоретически мы можем иметь 38 очков и быть вторыми после Чайки. Краснодар 2, как я понимаю, по какой-то причине не может подняться в ФНЛ. Не знаю почему, но Краснодар 2, видимо, не может играть, не может зарегистрироваться на ФНЛ. Не понимаю, потому что в ФНЛ Краснодар не играет. Так что, в принципе, в теории Краснодар 2 может играть в ФНЛ, в первый ФНЛ. Но почему-то, почему-то отмечается, что Краснодар 2 и Чайка переходят вверх. Не знаю, в чем дело, но, возможно, Краснодар 2 вне конкурса, что называется. И поэтому он здесь у нас не присутствует. Мы с ними в первом круге сыграли 1-1, сейчас будем играть с ними второй матч. И надо сказать, что это супер жесткая команда, там супер жесткие футболисты. И особенно во время перерыва в сезоне, там у них собираются бесты типа Данила Уткина, например. Которые, понятное дело, что команду вроде нашей будут довольно-таки успешно и уверенно насиловать. Ну, плюс много игроков М21. Соответственно, у них нет проблем с заполняемостью состава. Это мы вынуждены крутиться, думать, подписывать молодых игроков. Естественно, я их подписал. Обо всем по порядку расскажу после небольшой информации. Хочешь попробовать себя в роли владельца футбольной команды? Создай ее в футбол-тим. Футбол-тим за каждым футболистом реальный игрок, который ежедневно тренируется и прокачивает свои навыки. Чем усерднее стараются футболисты, тем сильнее становится команда. Ну, а самые внимательные найдут в этой вставке несколько секретных кодов от разработчиков. Если ввести их в специальном поле, получите приятные бонусы. Так что присмотритесь. Если ты еще не с футбол-тим, то это легко исправить. Регистрация моментальная в один клик через ВКонтакте, Фейсбук или Гугл. Переходи по ссылке в описании, забирай бонусом, 200 энергии и до встречи на поле. Итак, кого мы подписали? Подписал я Игоря Воронина. Ну, у него один гол, пять голевых передач. В принципе, играет неплохо. Но что меня убивает, это то, что молодые игроки, там, 19 лет, при регулярной игровой практике в ФНЛ-2 все равно не прокачиваются. То есть, это лига настолько низкого уровня, что здесь даже молодой игрок не получает развития при регулярной и, в общем-то, довольно-таки неплохой игре. Это минус футбольному менеджеру, потому что здесь, якобы из-за того, что плохие тренировочные условия, игроки не способны расти. Но это не так. В возрасте, там, до 20 лет, вполне может быть, даже, там, до 22 лет, если футболист получает игровую практику, молодой и, тем более, довольно плохой, он должен развиваться, ну, до определенного уровня, до определенного потолка, конечно. Понятно, что если сюда отправить условного Пеняева, он здесь будет деградировать. Но если это футболисты вообще далеки от уровня Премьер-лиги, ну, вот, как, например, Игорь Воронин, глядя на него, ты понимаешь, что, ну, он, по сути, нигде больше играть-то и не сможет. Но прогрессировать, чтобы прогрессировать, он должен на этом уровне тоже себя показывать. Он себя показывает, но он не прогрессирует. То есть, вообще никак, при том, что у него решительность 11, что говорит о том, что футболист, в общем-то, нормально подходит к делу, тренируется, в общем-то, так, выше среднего и должен, по всей логике, он должен развиваться. Но он не развивается. Некоторые футболисты эту теорию ломают, но это Макаров, у которого решительность 16, он умудряется развиваться даже здесь. Здесь это арендованный у крыльев советов Роман Ермаков, центральный защитник, который развивается даже здесь при слабой решительности, но почему-то он великолепно тренируется и развивается прямо вообще, вот, как бог, тренируется на девятке в такой заднице и развивается абсолютно уникально. Но, вместе с тем, многие футболисты, которые, в общем-то, не старые, то есть, условный Роман Балуев, 21 год, потенциал ему показывают великолепный, но развивается он вообще отвратительно. При том, что человеку 21, почему они не развиваются? Вот у меня главный вопрос. При том, что нигде, кроме этой лиги, по сути, условный Роман Балуев играть больше не сможет. Вот с его текущими способностями он нигде просто не заиграет. У него способности вот на ФНЛ-2. И по логике, по логике, такие футболисты должны прокачиваться. Должны прокачиваться в ФНЛ-2. И в большинстве своем они должны прокачиваться. Но мы этого не видим. Ну, понятно, что есть ветераны, да, условный там какой-нибудь Скобликов, которому 32 года, он, от него мы и не ждем, что он будет прокачиваться здесь. Но вот если мы говорим о молодых каких-то футболистах, ну, тот же самый Кадыкоев, 24 года. Ну, а что бы не развиваться, да, в этой лиге? Вообще нет проблем, и это, по идее, должна быть его лига. Он здесь должен блистать, сверкать. Ну, кстати, можно его за прошлый матч и оштрафовать-то на денек. А то что-то больно как-то, это, плохо он выступил. Не допущен до следующей игры Синев, потому что он участвует уже в другом сегодняшнем матче. Ну, вот эти постоянные косяки с пересечением молодежки, это классика. Ну, и игрок до 21 года, какого-нибудь надо чувачка просто поставить в запас из серых, чтобы, чтобы в случае чего можно было просто серого игрока выпустить. Это не очень, наверное, правильно, но в нашем случае, в нашем случае вариантов других нет. Мы готовимся к следующей игре. Так, Зелим Макоев вместо кого, вместо кого? Давайте вместо Зубарева, потому что у Зубарева какое-то повреждение имеется. Вот, Глеб Ефимов, воспитанник уфимского футбола в воротах у нас. Молодой вратарь, ну да, он немножко развивается, и этот вратарь все-таки посильнее, чем те вратари, которые у нас были в прошлом году. Вот, но в целом, в целом я недоволен тем, что футболисты весьма и весьма посредственно растут, особенно футболисты молодые, которым там 20-20 с небольшим лет. Большинство из них не хочет развиваться, ну вот условный там Архиповский, да, тоже никакого развития, хотя футболист довольно перспективный, молодой. Что касается игр, то мы уступаем в основном из-за того, что соперники оказываются просто более мастеровитыми и реализуют те моменты, которые мы не реализуем. Здесь я особо не бомблю, потому что я действительно понимаю, уровень наших футболистов, он реально таков, что мы хуже, мы хуже многих, мы хуже многих. И, соответственно, ну если в матче, например, с каким-нибудь, с какой-нибудь Чайкой, Чайка лучше реализует, да господи, ради бога, ради бога пусть забивает, потому что действительно там игроки сильнее. Конечно, Ставропольская Динамо не относится к категории команд, которые нас превосходят по мастерству, ну вот, тем не менее, в последнем матче. Игра была скорее ничейная, но Ставропольцы забили свой первый момент, первым же ударом, а дальше уже мы ничего не могли сделать. То есть момент создавали, но не забивали. Бывает, бывает такое в футболе, это матч, что называется, на три результата. С Махачкалинским Анжи, который испытывает странные затруднения по ходу сезона, мы их переиграли полностью, победили 2-0. Но удивительно, что Анжи со своим прошлогодним составом, с которым он боролся за выход, сейчас находится на дне таблицы. Непонятно, почему так. Тот же самый биолог, который сильнее нас, да, вроде бы, но мы по XG их превосходим полностью, и матч, казалось бы, мы должны были выиграть, но мы его проиграли. Мы его проиграли с счетом 2-1, причем нам забили гол в концовке. Очень, очень было обидно, но что поделать. Соперник Мастеровити. Мастеровити у нас и Чайка, безусловно. Чайка Песчанокопская, сильнее по игрокам, она сильнее по игре, и поэтому здесь мы ни на что особо и не рассчитывали. Я все прекрасно понимал, что, ну да, это Чайка. И там еще у нас основной центральный защитник был дисквалифицирован. А так, большинство игр мы все-таки выигрываем. Ну, бывают соперники посильнее, вот, например, Дружба. Нас переиграла по XG, но матч, конечно, не на 3-0. Опять же, это матч, ну, на 2-1, может быть, на 1-0. На 3-2, но не на 3-0. Мы просто, опять же, не забивали свои моменты, и поэтому такой результат. Вот. Игру с Краснодаром 2, в прошлый раз вы видели, она завершилась 1-1. Сейчас мы попробуем с ними же сыграть. Кадыкоев, кстати, извинился за плохую игру, и у него тут немножечко какие-то, возможно, скиллы поднимутся. Теперь он будет более ответственный. Но следующий матч я думал доверить Смирнову. Я думал все-таки доверить Смирнову, потому что, ну, нам как-то, наверное, сподручнее будет именно Смирнова использовать. Со Скобликовым у него нет взаимопонимания, конечно. Ну, что касается еще одного запасного, то Заур Шумаков, все-таки, центральный защитник, нужен на скамейке, пусть даже и травмированный. Я надеюсь, друзья, что вы подписаны на канал, чтобы не пропускать новые серии. Многие, например, пропускают, не нажимают на колокольчик рядом с кнопкой подписки. И поэтому пропускают серии, потом уже эти серии пропущенные накапливаются, и люди бросают смотреть. Вот, чтобы серии у нас выходили достаточно часто, достаточно быстро, смотрите, не забывайте ставить пальцы вверх, если посмотрели, вам понравилось. Ну и напишите в комментарии, я думаю, что многим уже надоел Спартак Нальчик, многие хотят команду эту покинуть. Возможно, в зимнюю паузу мы попытаемся нашу команду покинуть и поискать подходящий вариант. Так что мы можем сказать пацанам. В отличие от различных футбольных экспертов, наши болельщики всегда верили и будут верить в нас. Вы хотите, дайте им повод для гордости. Эксперты ждут только поражений. Но обычно вот экспертов не любят футболисты, поэтому всегда настраиваются, когда говоришь что-то про экспертов. Ради болельщиков они не особо играют. Ну и на нашем стадионе, на Нальчикском Олд Траффорде мы готовы сыграть с Краснодаром 2. У Краснодара 2 всего одно поражение в сезоне. Понятно, что здесь игроки уровня, ну если не премьер-лиги, то ФНЛ 1 уж точно. Например, вот Руслан Холнозаров, очень сильный футболист. Он может в премьер-лиге играть. Спиртсян, опеков удар, но молодец Глеб Ефимов. Глеб Ефимов выручает нашу команду. Глеб Ефимов великолепно играл за молодежку Уфы в свое время. Ну и вот сейчас спасает он и Нальчик. Спиртсян, очередная гениальная передача. Какой? В Холнозаров момент блокируется удар Альмезовым. Ну здесь надо понимать, да, насколько соперник сильнее. Вот Краснодар 2, он просто намного сильнее. Там индивидуально футболисты совершенно другого уровня. Спиртсян тот же самый, но это игрок премьер-лиги. И он против нас в наших пердях бегает. И вот игра практически не отдает тебе должки. То есть нет такого, что мы побеждаем в матчах, где соперник доминировал. Вот такого нет. То есть ты можешь проиграть, когда ты доминировал, но у меня не было, по крайней мере в этой карьере, такого, чтобы я выиграл в матче, который вообще ни разу не заслуживал выиграть. Я побеждаю только тогда, ну либо это какие-то равные матчи плюс-минус, либо это матчи, где моя команда доминирует и лучше смотрится. А вот такого, что соперник давит, 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 и я отскакиваю, вот таких матчей в этой карьере вообще не было. А так очень мало в ФМ. Ну такого, что ты побеждаешь, когда доминирует соперник. Это прям редкость-редкость. Каштанов проигрывает борьбу, но он даже в нее не вступает. Он заранее понимает, что там шансов мало. Опеков! Ну и Ефимов вновь. Глеб Ефимов пока дважды нас оставлял в игре. Потому что моменты, которые создают краснодарцы, невероятно опасные. Богатырев выигрывает верховую борьбу, но по XG вы уже видите, насколько велико преимущество Краснодара 2. Хотя по ударам 3-4, но насколько опаснее удары Краснодара в сравнении с нашими, это очевидно. Скобликов. Очень легко теряет мяч, не может работать корпусом, но он остается под контролем нашей команды. Ермаков. Богатырев. Ермаков. Переводит на Альмезова. Ну и еще одно преимущество, как я уже говорил, у Краснодара 2, это огромное количество молодежи сильной. То есть им не надо подстраиваться под вот этот лимит М21, потому что у них, по сути, все игроки молодые. Все игроки молодые. И, соответственно, они имеют преимущество. А у нас мы кого попало, не можем выпустить. Нам нужно именно иметь молодых. Ефимов взмывает вверх, но пока матч имени Глеба Ефимова. У нас вот Воронин и у нас Ермаков. Два молодых футболиста. Их мы заменить не можем в случае чего, но вот сейчас был шанс, конечно, у Макарова тоже. Мы сейчас ответили. Сейчас момент был голевой. Первый момент нашей команды. Но мы тоже огрызаемся, конечно, это приятно, что мы не сидим в обороне безвылазно. Мы тоже создаем. Но, конечно, Краснодар 2 пока создает гораздо более опасный. Момент из кобликов. Каштанов! Боже! Вот это да! Но, конечно же, офсайд. Конечно же, судья увидел офсайд. Я сам не поверил, что такой гол... Хотя не было офсайда у Каштанова! У Каштанова-то не было! Ну, друзья, ну это... Ну это судейская ошибка. Там в офсайде был другой футболист, который в эпизоде участия не принимал. Каштанов, друзья, забил чистый гол. Вар нет. Вар нет в ФНЛ 2, поэтому тут бывают судейские ошибки. Это тоже надо понимать. И игра под это заточена. Но этот гол, конечно, надо было засчитывать. Каштанов стартовал по правилам. Там не было... Не было офсайда. Ну и футболисты, которые находились в положении игры, они никак не влияли Каштанов! Какой дальний удар! Помазун с трудом справляется. Но надо сказать, что Нальчик... Нальчик наиграл на гол тоже. Да. Нальчик тоже создает. И вот, пожалуйста, Юрий Удунян пробил с острого угла. И мы выровняли игру. Вот вторая половина первого тайма мы выровняли игру. И если сюда добавить, вот в эту статистику XG, еще и момент с голом, который был чистым, мы и по XG догнали Краснодар 2, и у нас ударов больше. Соответственно, на плюс один удар створ, и на плюс один удар всего. По владению мы превосходим соперника. Надо понимать вот это. Ну, конечно, очень обидно. Так, продолжайте в том же духе до финального свистка. Потому что, ну, насколько команда может, настолько она бьется. Настолько она бьется. И здесь воодушевим ребят. Ругать их нет смысла после такого первого тайма. Потому что действительно моменты футболисты наши создают. И их необходимо тоже за это поощрять, подбадривать. Все-таки с таким мощным соперником. Ну, если будет ничья, это будет плюс нашей команде, конечно. Но с учетом, опять же, незащитанного гола, меня такой поворот событий очень расстраивает. В атаке Краснодар 2. Холнозаров. Здесь Балуев рядом. Ну, вот Балуева, желтая карточка. Опеков! Ой-ой-ой. Ну, ну, вот. Конечно, не может Глеб Ефимов всегда выручать. И здесь уже выход чистый. Один на один. Ну, и никакого офсайда, конечно, здесь судья не зафиксирует. Здесь судья видит, что все четко, все чисто. Ну, обвел вратаря опеков. И здесь, если нападающий исполнил, что называется, вратарю остается только руки развести в сторону. Ефимов выносит мяч. Ну, здесь, естественно, никто за него не борется. Достаточно активно. Еще один заброс от Краснодара. Волков! Удар! Глеб Ефимов на месте. Так, давайте решать по заменам. Ефим Бойцов выйдет в опорную зону. Кадыкоев выйдет налево. И Макоев выйдет направо. Нам нужно переламывать ход игры. Мы убираем желтокарточных футболистов, потому что, ну, на своих желтых они нам могут нехорошую службу послужить. 86-я минута, уже концовка. Мне несколько замен сделал, но надо понимать, что это уже замены плохих игроков на очень плохих, потому как менять мы просто... Ну, мы не можем усиливать игру. Те, кто может играть, те играют в основе. Там другие по основным... по разным причинам. Там травмы, опять же, дисквалификации. Не играют сегодня. Ну, вот Макаров! Можно бить! Макаров! Так не точно. Ну, вот попади в створ, да? Уже был бы шанс там и угловой заработать, и еще что-то. Не получается. Это Воронин цепляется за мяч. Макоев. Зелим Макоев отыгрывает на Альмезова. Альмезов возвращает мяч Зелиму. Закидушка пошла. Ну, мяч у нас. Воронин. Архиповский пошел в борьбу, в прессинг. Все правильно, правильно он это сделал, но мяч ему не достался. Но когда мяч не достается, что тут делать? Тут ничего уже не сделаешь. Давайте на последние минуты мы поднимаем прессинг и поднимаем линию... Ну, линию активного отбора. Мы все поднимаем на максимум. Потому что нам сейчас надо постараться надавить. Ну, проиграем мы 0-2 или 0-1. Никакого значения не имеет. Глеб Ефимов. Глеб Ефимов вновь выручает. Глеб Ефимов вытягивается в струну и делает очередной сейф. Безусловно, лучший игрок в составе Нальчикского Спартака сегодня это Глеб Ефимов. Действительно, играет, спасает, справляется. Если бы не Глеб Ефимов, то мяча 3 точно можно было бы пропустить. Если бы был, например, некачественный вратарь. Например, Антипов из прошлого сезона, да, у нас был. Или Шагенов. Я думаю, что они бы уже трешечку бы напропускали. Ну, 0-1 проигрываем минимально. Краснодар-2, безусловно, заслужил победу. Ну, вот о чем я говорю. Мы никогда не отскакиваем. Если мы уступаем по XG, мы всегда проигрываем. Всегда. Не будет такого, что... Ну, если мы сильно, имею в виду, уступаем. Может быть, там, в каких-то матчах, там, 0-72 на 0-75 мы сумеем сыграть ничью или победить. Мы себя плохо показали. Здесь вот надо отметить, что во втором тайме ничего не смогли сделать. В таблице мы на шестой позиции. Ну, да, игра в запасе. Но тут надо понимать, что Чайка Ейск легко обыграла. И мы шестые. Но это... Опять же, ничего в этом страшного нет. Состав у нас такой, что мы десятые. Девятые по силе состава. А мы на шестом месте. Это уже большой плюс. Наши финансы уже не то, что поют романсы. Они уже кричат. Помогите, спасите. Ну, потому что это реально ужас. Это реально ужас. Это просто беспросветное падение вниз. И это еще один момент, по которым... Нет вообще особо смысла играть в российских пердях. Потому что ты не получаешь денег вообще. Ну, то есть, никак. Ты просто качешься в финансовую пропасть. У тебя нет шансов, что придет какой-то спонсор. Что у тебя, там, я не знаю, появятся бабки. Единственная надежда это с первого сезона повыситься. Если ты с первого сезона не повысился, то все. Ты покачишься в пропасть. Просто. И это реалистично. Да, в России так оно и есть. Так оно и происходит. И если к тебе вдруг не придет богатый дяденька с деньгами, ты будешь вынужден влачить вот такое жалкое существование. При том, что у тебя в лиге будут всякие Краснодары 2. Какие-нибудь Чайки Песчанокопская. Которых ты просто не можешь победить из-за разницы в классе. И даже если, каким-то чудом, я заползу в ФНЛ, там бюджеты у команд намного выше нашего. И вопрос, а как быть? И вот это вот реально, реальная проблема. То есть ты ничего не можешь сделать, потому что, ну просто потому что. Вот просто потому что у тебя недостаточно сильная команда. Привлечь более сильных игроков ты не можешь из-за того, что, ну, денег нет. Им же надо платить сильным игрокам. А с этими игроками ты будешь вынужден болтаться, ну вот там, где ты болтаешься. Будем критиковать футболистов, которые плохо тренируются. Один из них, Ефим Бойцов, в следующем матче вообще должен выйти на поле в основе. Ему, кстати, надо обучаться как полузащитнику-разрушителю оборона. Ефим Бойцов будет вынужден заменить дисквалифицированного Юра Удуняна. Так, Синёв вот сюда возвращается. Дальше нам надо... А, у нас есть ещё Зубарев. Да, Зубарев, безусловно, тоже вернётся вместо Шумакова. Так, по составу. Есть у нас ещё и Шершнёв. Никита Шершнёв. Я взял молодого футболиста в аренду. Ну, давайте попробуем ему дать шанс. Каштанов... Ну, Каштанов, с другой стороны, он же забил в последнем матче. Всё-таки он забил, и как-то его убирать не хочется. Просто с течения обстоятельств, что тот гол не засчитали. Залим Макоев ещё пока не до конца восстановился. А вот Кадыкоев или Смирнов, мы это сейчас решим. Смирнов отыграл на 6,5. А Кадыкоев отыграл на 6,7. Поэтому следующий матч в старте начнёт Кадыкоев. Теперь, что касается просмотра. Я на просмотр взял вот такого парня, Александра Лопарёва. И я, безусловно, с Александром Лопарёвым контракт подпишу. Во-первых, потому что ему 20 лет. 20 лет – это то, что нам надо. Зарплата маленькая, 20 лет. С ним на год можно даже контракт заключить. И это так. Но он не хочет на год. Ладно, 5 месяцев заключим. В общем, из-за того, что у нас по лимиту есть проблемы, нам как раз необходимы молодые футболисты. И вот Лопарёв эту проблему решит. Но, опять же, это всё будет только после зимнего перерыва. Я не знаю, останемся ли мы в Нальчике или сменим его, перейдём на другую работу. Играем с соседом по турнирной таблице, черноморцем из Новороссийска. И я хочу, чтобы вы победили, прервали неудачную серию. Владимир Зубарев такой, типа, нет, я хочу проиграть в этом матче, видимо. Но я ему сказал, что хочу им гордиться. Вот если игрокам говоришь, что хочешь ими гордиться, они так немножечко сразу мотивируются. Ну, попытаемся. Игра, на которой пока даже сонные мухи засыпают. В общем, 25 минут почти сыграно. И вот первый, первый опасный момент. Удар в Перекладину. Очень непростой удар для нашей команды. Но мы справляемся. И вот, может быть, звон Перекладина так немножечко разбудит команду. И она уже начнёт что-то делать, что-то создавать. Если в игре с Краснодаром 2 там всё было понятно, уровень соперника высокий и всё такое прочее, то сейчас, в принципе, надо бороться. И надо уже здесь на себя пенять, а не на уровень соперника. Потому что с Черноморцем играть можно. И вот момент как раз для нашей команды. Богатырёв! Дальний удар тоже. Но это даже в Перекладину не прилетел. В атаке Черноморец. Чалый. Ну, вот здесь надо было перехватывать. Не перехватил Скобликов. И момент в итоге у соперника. Удар Ефимов справляется. Добивание. Молодец Балуев не дал добить. И здесь бойцов смог удар заблокировать на себя. Принять. Да. Пока преимущество у Черноморца очевидное. У нас есть проблемы. У нас есть проблемы. И необходимо с этими проблемами как-то справляться. Потому что соперник в первом тайме немножко лучше. Удар в Перекладину вспомним. Ну и сейчас надо, конечно, сказать ребятам, что я недоволен их игрой. Потому что действительно недоволен. Действительно команда выглядела плохо. И давайте подумаем, что можно сделать тактически. Мы правильно делаем, что играем через фланги. Но можно не крайне широко, а просто широко сделать. И возможно, возможно, немножко понизить темп. Возможно, немножко понизить темп. Потому что слишком мы, видимо, торопимся. Слишком легко Черноморец там справляется с нами. Возможно, да. Возможно, надо будет здесь, в этом отношении, что-то предпринимать. Ну и Кадыкоев очень сильно устал. Получил по ногам, видать. И меняем его на Смирнова. Второй тайм начнет Данил. На фланге Скобликов. Ну и зарабатывает угловой удар. Хороший шанс, может быть, для нашей команды. У нас есть исполнители. Вот Ермаков тот же самый. Прыжок. Справляются соперники. И, в общем-то, ничего страшного для них не произошло. Ну как же так-то? Защитники проспали момент. И здесь Ефимов в ближнем бою побеждает оппонента. Тем не менее, очень тревожно, что вот так легко позволяем соперникам проходить наши оборонительные редуты. Кириленко! Да-да-да. Не просто приходится сейчас нашей команде. Переходим в наступательный настрой. Но надо что-то уже делать. Потому что по игре Черноморец нас превосходит. Черноморец нас превосходит. У нас не хватает ни точности пасса, ни игры, ничего. Но что здесь такое? Не смогли отобрать. И в итоге соперник выходит на ударную. Бойцов заблокировал этот удар. Но, в общем и целом, пока все довольно мрачно. Пока все довольно мрачно. Ефимов вновь. Пока в этом матче вновь Ефимов лучший в составе нашей команды. Но когда в твоей команде лучший игрок это вратарь, то, сами понимаете, грош цена такой команде. Значит, команда слабая. Если вратарь у них играет лучше всех. Ну вот момент был у Каштанова. Великолепный момент. Но удар мимо цели. Пожалуй, самый опасный момент Спартака из Нальчика в этом матче. И Каштанов очень сильно устал. Играет на плохую оценку. Пора выпускать Никиту Шершнева вперед. Если говорить еще по заменам, то, наверное, наверное... Ну, Воронина заменить нельзя. Потому что он молодой. А молодых нельзя менять. Дурацкое правило, да? Дурацкое. И Ременко выйдет вместо Скобликова. Подбодрим ребят. И давайте посмотрим. Два игрока новых, свежих в нападении. Значит, есть шансы. У Богатырева игра не ладится. Выпускаем Макарова. И я надеюсь, что Макаров сможет как-то на этот матч повлиять. Ну, пока игра равна. Играют два. А дальше вы знаете. В общем-то, здесь гордиться совершенно пока нечем. Воронин. Но любой момент может привести к голу. Вот такие вот матчи, они как раз наиболее ценные. Наиболее ценные концовки в них. Потому что вот сейчас забей мы этот угловой. И это будет героическая победа 1-0 на последних минутах. И это будет невероятно важно. Макаров подает. Но, 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 но. Не получилось забить сразу. Тем не менее, есть еще один шанс. Макаров. Подача. Никто не поборолся. Подхватываем мяч снова. Подбор за нами. Это важно. Мы выигрываем в концовке матча подборы. Зубарев. Шершнев. Макаров. Дальний удар. Ну, в конце немножко так оживились. В конце, конечно, поддавили, поднажали. Сопернику дали малость просраться. Но это все не на победу. Сказать, что в этом матче мы заслужили победу, нельзя. Нулевая ничья. Наверное, итог закономерен. Наверное, итог закономерен. Но, вот опять же, да, по XG примерное равенство. Ни та, ни та команда не наиграла на гол. Тем не менее, все-таки хотелось бы большего. Я скажу, что я недоволен качеством показанного футбола. Балуев и Ермаков уверены, что они сыграли хорошо. Но там все равно были моменты у соперников. Кадыкоев выбыл на 3-4 недели. Отправляем к врачу. На конференцию отправляем ассистента. Каштанов клянется покончить с голевой засухой. Я скажу так, что в конце концов голы придут. Надо поддержать мужика. Балуеву показалось, что мы слишком резко говорили с командой. Да, чувак, слишком резко. Потому что мы обосрались. Макоев, объясни Балуеву, что он не прав в этой ситуации. И все. И Макоев там с ним разобрался, с монтировкой подошел. И вообще Макоев конкурент Балуева по позиции. Сейчас он восстановится от своего повреждения. И в следующем матче вообще Зелим Макоев выйдет в основе. Поэтому прости, Балуев, но ты любитель покритиковать. Будешь критиковать в другом месте. Усек? Не знаю, усек или не усек. Но критиковать он и правда будет теперь в другом месте. В другом месте будет критиковать. Так, вместо бойцов у Дунян у нас уже более сыгранное сочетание вот здесь. С учетом провалов с Кобликова, ну я не знаю, стоит ли дать шанс Никите Еременко в следующей игре. Но я думаю, пока оставим вот такой состав. Воронин в последних матчах плохо себя показывает. Тут надо понимать, что пока все очень печально. Сделать предупреждение, критиковать игровую форму. Постарайся взять себя в руки в ближайших матчах. Взять себя в руки, Игорь, это не значит сломаться. Он взял травму, получил. Молодец. После жесткого столкновения на тренировке. С кем столкнулся-то, интересно? Наверное, как обычно, с угловым флажком. Еще одна травма. Зубарев. Почувствовал дискомфорт после тренировки. Судя по всему, опорный полузащитник получил повреждение. Напряжение икроножных мышц. То есть напряжение икроножных мышц. Господи. Зубарев будет восстанавливаться в клубе. Ну, зная наши перди, он скорее будет останавливаться в ночном клубе, знаете, с кальяном. Поэтому радоваться тому, что он будет останавливаться в клубе, я бы не стал. Травма, перегрузка. Надо тебя отправить, знаешь, в космос на ракете. Чтобы ты понял, что такое перегрузка. А тут... Ой, что-то этот побегал, два раза ускорился, наверное, и все. Организм уже не выдержал. Так, где лучшее восстановление? У нас в клубе, тоже говорит, лайфхак. Расскажу, хочешь в клуб сходить, чтобы тренер отпустил? Ты получи повреждение. И Залим Макоев такой, типа, резко развернулся на своей приоре. И все, получил повреждение. Напряг пах. Ну, представляете, вы в машине, там резко вас заносит. Естественно, там пах напрягается, и все. В клуб, добро пожаловать. Пах болит, зато кальян дымит. Лучшие 50 игроков 2022 года. Ну, как вы понимаете, футболистов Нальчикского Спартака здесь нет. Даже на последнем месте Ашраф Хакими. Не пробился, не пробился, к сожалению, Зубарев. Но я думаю, что как лучший футболист из ночного клуба, вот тут уже шансы появляются. Александр Лопарев. Добро пожаловать. У нас будет игрок до 20 лет в центре поля. Мы можем не мучить нашего... Как там его зовут-то? Воронина. Воронина не будем мучить. У нас все будет классно. Все придумано. Заключительная игра перед перерывом. Ротор 2. Идите, покажите, на что вы способны. Роман Ермаков. Единственный, кто на что-то, видимо, способен. И поэтому он обрадовался. Ребята в прессинге. Ну, Макоев куда выбил? Просто прямо на соперника. Естественно, это сопернику очень легко далось. Краев. Кстати, Краев играет в центре. Лагутин не лагает. Почему так происходит? Пеняев не тот Пеняев. Ну, в общем, у Ротора 2 все... Все не так, как на футболках написано. Странно. Крюков. Отыгрывает назад. Лагутин. Крюков. Где отбор? Нет отбора. Отбор Ахимов. Ой, какой пас! Крюков! Ефимов умница! Справляется! Справляется Ефимов. Попытаемся приободрить ребят. Ну, нельзя же плохо так играть во всех матчах. Уж можно, наверное, один провести на высоком уровне. Макоев. Воронин. Нужно забить первыми для этого. Обязательно забить первыми. Но пока таких возможностей нам соперники не предоставляют. Каштанов на Смирнова. Хороший пас на Скобликова. Скобликов топчется. Возвращает мяч Смирнову. Ермаков. Смирнов. Ну, вот. Медленно и печально, но атакует. Спартак. Скобликов. Нужен фирменный прострел. Нет, прострел будет делать, видимо, другой футболист. Зубарев. Зубарев выходит на ударную. Бьет! Хороший удар. Кстати, чуть-чуть бы в угол. И это был бы гол. Угловой. Готов подавать Богатырев. Есть подача. Есть... Ну, нет, удара-то не было. Удара не было. Но Альмезов на подборе. Подбор у нас есть. Воронин. Ермаков. Смирнов. Ну, поумнее. Нужно хитрое забегание увидеть. Да, Скобликов! Браво! Браво, Женя на исполнение. Юра Удунян. Великолепная передача проникающая. И Скобликов сделал 1-0. Ну, поддушивали, поддавливали. Надо было это доминирование просто обязательно воплотить в забитый мяч. Это получилось. Юрий Удунян увидел забегание Скобликова. Скобликов открылся. И с левой ноги мимо вратаря пробил. 1-0. Спартак Нальчик выходит вперед. Опасно у нас на правом фланге. Но Смирнов здесь сражается. Тургай Мухбалиев отдает на Лагутина. Но Абдурахманов показал, что он может отдавать классные передачи. Сагитов удар не точный удар. Но там Ехимов все контролировал. Еще один стандарт. Скобликов подает. Это надо было, конечно же, забивать. Как сейчас не забивает Спартак Нальчик? Это большой вопрос. Богатырев с углового. Вершков здесь вот вверх выигрывает. Вершков. Не зря же он Вершков. Здесь уже соответствие фамилии найдено. Здесь все найдено. Ну и так вот успокаивает игру уже Ротор 2. Еще одна атака Нальчика. Макоев на фланге крутится-вертится. У Дунян. Макоев в центр. Ермаков. Ну, у Дунян надо было лучше сражаться, конечно, за этот мяч. И Альмезов сейчас без глупостей должен разобраться в ситуации. Времени много. Никто его не атакует. Ермаков открывается. Зубарев. Вперед на Каштанова. Каштанов! Накрывают его удар. И угловой. Конечно, активнее Спартак Нальчик. Спартак Нальчик, наверное, на даже 2 гола уже наиграл. Есть момент у Ермакова, но Терновский удар фиксирует. У нас перерыв. Ну, наверное, на 2 гола я это погорячился. Счет по игре. 1-0 в нашу пользу. Так. Ну, надо сказать, что вы можете еще лучше. Безусловно, ребята могут еще лучше. Вот Альберт Богатырев практически не заметен. А он, между прочим, лидер у нас по системе гол плюс пас в команде. Лим Макоев. Понятно, что он после травмы. И так немножко пока не показывает свой максимальный уровень. Но в перерыве поговорили здорово. И сейчас главное, чтобы этот разговор принес плоды уже непосредственно на поле. Ну, а мячом владеют футболисты Ротара 2. И, значит, у нас здесь не все так легко и просто. Кстати, Есентуки там Машук обыгрывают. Вот, пожалуйста, тоже мини-сенсация. Машук, который самую крупную победу в сезоне одержал на Донжи. В атаке соперники. Сагитов. Фурцев. Ну, надо Воронину поактивнее прессинговать. Богатыреву тоже не вступили в этот отбор. А, значит, соперник сейчас будет дальше продолжать что-то придумывать. Крюков. Ну, нужно, нужно поддавить. Поддавить. Отобрать. Очень спокойно контролирует мяч соперники. Обычно это приводит к голу. Опасный момент. Удар. Заблокировали. Защитники справились. Удунян. Хорошая передача на Богатырева. Макоев. Макоев ищет продолжение. Идет по флангу Богатырева. Находит. Воронин! Ну, Воронин! Ну, проворонили всю атаку с таким ударом. Еще одна атака нашей команды. Скобликов. Богатырев. Под удар Воронину! Вот этот удар у Воронина уже удался получше. Ну, и там хороший пас от Богатырева прилетел. Каштанов. Вроде бы выиграл верх, но отпасовал легонечко, беспроблемно вратарю соперника. А это, сами понимаете, ни выход, ни вариант. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ну, какая безалаберность. Какой глупый гол пропущен. Ну, это просто немыслимый гол. Соперник ведь его не заслужил. Здесь грубейшая ошибка защитника. Еле-еле Альмезов передвигал своими ногами. Ну, и Глеб Ефимов, конечно, должен был этот удар тащить. Ошибка вратаря стопроцентно тоже. Не только защитника. Здесь голкипер, ну, слабый такой удар. Обязан был. Не просто должен был, а обязан был вытаскивать. И в результате счет из нашего лидерства превращается в ничейный. Каштанов. Вообще ничего не получается у него на поле. Выходит Шершнев. Ну, и Владимир Зубарев сегодня совсем не в своей тарелке. Богатырев отправляется сюда. Макаров выходит Митсалой. И переходим мы на более наступательный футбол сейчас. Нам сейчас необходимо лучше атаковать, острее атаковать. Концовка уже игры самая. Последний шанс для Спартака из Нальчика вырвать победу. Но, судя по всему, шанс упущенный. Да, очень обидный мяч мы пропустили. Очень обидный, безумно обидный. И вот опять, опять, мы по игре были лучше. Мы заслужили победу. Но двукратное преимущество по XG нам не помогло. То есть, говорить о том, что Ротор 2 нас мастеровите, нельзя. И здесь уже просто банальное невезение конкретно в отдельно взятом матче. Мы должны были выиграть этот матч. Нет нам оправдания. Возможно, это у нас последний матч в Нальчике. Возможно. Скажу, что поработали мы здесь хорошо. В целом, опять же, по потерянным очкам мы на четвертом месте. Но здесь надо уже понимать, что мы должны, наверное, лучше выступать. Наверное, лучше выступать. Общество хочет знать, был ли Артур Сагитов лучшим. Нет, конечно. Корявый удар. Ефимову привет большой. Пропустил чушь. Можете ли вы рассказать, почему ваши команды играют именно в том стиле, в котором играют? А в каком, я извиняюсь, стиле мы играем? Александр Плетнев, советский спорт, да. Стиль там просто божественный. Стилем там и не пахло. Но, на самом деле, моменты у нас были. Краями мы играли здорово. Моменты у нас были, шансы у нас были. Но, я думаю, вот что. Я думаю, вот что. У нас биржа труда. Наверняка есть какие-то команды, в которые можно бы подать заявление. Да, надо понимать, что условный Вулверхэмптон нас не возьмут. Но, хотелось бы куда-то уехать из России. За границу, возможно. Возможно. В мексиканскую лигу. Отправим резюме. Отправим резюме в Аргентину. Куда-нибудь. Тоже. Пусть. Пусть знают, что мы есть. Потому, что в условном Нальчике нам делать-то уже нечего. Нам делать уже нечего. Мы никак не сможем... Никак не сможем претендовать на чего-то выше. Просто потому, что у нас нет денег. И мы нормально укрепиться не сможем. Поэтому, вот мы сейчас в Sheffield Wednesday отправим резюме. Ну, я думаю, в Sheffield Wednesday у нас его не примут. Но в какие-то лиги... Вот. Фортуна. Народная лига. Ну, в народная лига-то надо бомжа. В Таборска. Представляете? Табор бомжей. Это будет интересно. Это будет прикольно. Вот Кривбас есть, например. Можно туда отправить, в украинскую лигу, свое резюме. Да, я во много команд направил. Посмотрим, куда примут. Куда примут. Конечно, в какой-нибудь ФК-темп Барнаул. Привет. Миша Миламеду. Меня, наверное, не возьмут. Ну, и мне не хочется переходить в Россию. А вот какой-нибудь там Националь во французский. В португальскую лигу. Это было бы прикольно. Это было бы прикольно. И я надеюсь, что наши резюме там примут. Так. В Мексику приняли. В Депортиво Майпу не примут. В Бастии приняли. В Хартпул приняли. В Шеффилд не приняли. В Таборска приняли. В Кривбас не приняли. Так. И в Лаваль приняли. Вот такие вот дела. Скиллы тренера-бомжа в настоящее время вот такие. Не впечатляющие. Но все потому, что из-за отсутствия финансов в Нальчике мы не можем даже подать на обучение. На тренерский курс. Потому что нет смысла. Нет смысла подавать на тренерский курс. Нет денег. Финансовой ситуации не позволяет. Если так получится, что у нас будет выбор между несколькими командами и два клуба там или больше предложат нам переход, в группе ВК вот уже сейчас будет голосование относительно нашего следующего клуба. Поэтому, если вы, уважаемые друзья, хотите поучаствовать в интерактивчике, добро пожаловать в группу ВК. Посмотрите. Там наверняка это голосование уже закреплено. Но если голосования там вдруг не будет, значит мы, вероятнее всего, продолжаем карьеру за Нальчик. Либо у нас нет вариантов выбора. У нас просто вот одна команда. И она нас приняла. И мы перейдем туда уже в следующей серии. А возможно и продолжим в Нальчике. Поэтому такая вот интрига вам на следующую серию. Поэтому надеюсь на ваши лайки, подписки, просмотры и активное участие в нашей карьере. Оценка работы менеджера Б-минус. Поэтому, даже если это последняя серия в Нальчике, мне вообще не стыдно за мою работу в Нальчике. Потому что все, что можно было сделать вот с этим клубом, я сделал. Если вы не хотите финансировать, не хотите развивать эту команду, ну извините, сорян. Шестое место в ФНЛ-2. Это тоже, в общем-то, неплохо. Всех благодарю за просмотр. Всего вам самого доброго. Удачи и пока-пока-пока. Пока.